приветствую вас дамы и господа в этом видео я вам расскажу подробности события зимняя аркада в мире танков и так первое расписание этих замечательных запусков и будет всего три первый запуск уже пошел с 23 декабря по 25 декабря в общем и целом мы уже понимаем что так как обычно будет каждые выходные потом у нас 30 декабря по 1 января снова выходные из 6 января по 8 января в общем и целом как обычно три запуска с пятницы по воскресенье теперь поговорим про карты в этом режиме в этом режиме будет 6 зимних карт но в игре их всего три поэтому разработчики докинули еще три по зимнему оформленных карты карелию прохоровку и малиновку но и старые к ним добавятся еще три линия маннерьейма эрленберг и штиль и того получается в зимней аркаде 6 зимних карт каждый запуск зимней аркады будет отличаться и первый запуск называется игра в снежки в первом запуске снаряды напоминают скорее снежки которые при попадании в броню противника ведут себя соответствующе из всех типов снарядов осколочно-фугасные больше других похожи на снежки поэтому они будут самыми эффективными в этом запуске разработчики также изменили анимацию полета чтобы было ощущение словно их бросили они выстрелили также сократили время перезарядки увеличили мощность 200 для каждой машины и теперь подробнее про все изменения в первом запуске снаряды летят по навесной траектории эффективность всех осколочно-фугасных снарядов повышена кроме арты бронепробиваемость невоскочно-фугасных снарядов снижена на 25 процентов то есть разработчики нам как бы намекают что стреляйте только фугасами в основном и берите фугасные танки время перезарядки уменьшено на 25 процентов мощность двигателя увеличена на 50 процентов то есть все то что мы любим чтобы люди набирали фугасные танки и стреляли в основном фугасами именно тот веселый рандом который разработчики думают что мы в нем будем веселиться то есть когда мы в обычный рандом играем и горим от фугасных пробитий на все лицо тут мы почему-то горим но зайдя в этот режим и где фугасы поменяются на снежки и все будут кататься на фугасница с повышенными характеристиками фугасов и пониженными характеристиками основных снарядов тут мы должны веселиться ну потому что это другое это же новогодний режим плюс еще это навесная траектория который всегда тяжело стрелять ладно переходим ко второму запуску ледниковый период скольжение по замерзшим склонам это еще не все чтобы игровой процесс проходил веселее во время снежных заносов нужно еще как-то целиться и попадать поэтому в этом запуске разброс при движении пород их снижен скорость полета всех снарядов увеличена есть много боевиков с точной стрельбой во время заносов но нет ни одного где это делают на танке в сочетании с повышенной скоростью вращения башни повышенной максимальной скоростью вперед а также увеличенной мощностью двигателя все это будет выглядеть словно в матрице и так подробнее поговорим что происходит машины скользят как на льду максимальная скорость вперед увеличена на 10 километров у гусеничных танков назад еще увеличена на 30 у колесных назад на 10 скорость вращения башни увеличена на сто процентов мощность двигателя увеличена на сто процентов разброс при движении поворотах корпуса также при вращении башни снижена на 50 процентов скорость полета снаряда увеличена на 50 процентов. После патча 1.0 добавили в игру много камней скользких и людей это бесило, когда танки скользят и так далее. И тут мы должны в это веселиться на новый год. Да, это не то же самое, что застревать на камнях, но мне интересно, что будет, если в таком состоянии залезть на какие-то камни. Там, наверное, вообще жесть будет. Если даже по обычному рельефу мы будем скользить. Ну и третий запуск, все и сразу. Игра в снежки и ледниковый период будут доступны одновременно. Все бои одноуровневые проходят на 8 и 10 уровне. За игру в режиме аркада вы будете получать опыт и кредиты, а также сможете использовать все виды стандартных резервов. В режиме действует множитель к опыту за первую победу в день, а кредиты накапливаются в хранилище. Бои в запуске игра в снежки и ледниковый период не идут в зачет при выполнении ежедневных задач и ЛБЗ. За бои в режиме аркада вы не будете получать бонус за исключением наград за завершение этапов. Бонусы новогоднего наступления к опыту и кредитам применяются к боям в запусках игра в снежки и ледниковый период. Если хотите, можете играть взводом. И бонусы взводные тоже работают. В каждом запуске у вас будет возможность выполнить короткую серию боевых задач и заработать боны. Таким образом, максимальное количество бон, которые вы можете получить за время трех запусков, составляет 1200 бон. Чтобы выполнить эти задания, нужно попасть в طоп-12 по опыту в своей команде в победном бою. Сначала нужно попасть два раза, потом три, и в пяти боях нужно попасть в طоп-12, еще и победить. Итого 10 раз нужно победить и попасть в Топ-12 по опыту в своей команде. Получается нам нужно это задание 30 раз выполнить за все 3 запуска И если мы не в каждом бою будем попадать в топ 12 и не каждый раз побеждать То эти 30 раз могут превратиться в огромное количество боев Плюс это очередная механика, которая заставляет вас играть больше, чем вы хотите Если вы уже наигрались, а задание еще не выполнили Отчего может пригореть жопа и желание играть в это понизиться до нуля Также механики, которые сделаны в этих режимах Это умноженные в разы вещи, которые нас годами бесили в игре Каждому ли это понравится, каждый ли будет в этом веселиться, решайте сами Возможно зайти и пофармить здесь серебро С одной стороны прикольно, раз эти бои по идее не должны идти в общую статистику То можно вести себя как попало Но люди в рандоме себя ведут, сами понимаете как Вопрос только в одном, будут ли вас бесить эти механики Поскольку стрелять навесом нифига не приятно и неудобно Ездить как корова на льду, тоже такое себе удовольствие Если вы хотите играть на результат, то это наоборот сложности добавляются Но если от балды просто покататься и вам будет весело, ну пожалуйста Очередной раз всовывать сюда задание на накатку количества боев Чтобы получить какие-то там 1200 бон Это очередной раз напоминает нам не фан режим, а дополнительная работа к нашей основной работе Я считаю, что попробовать можно и там дальше сами решайте понравилось вам или нет Ну а мой фан режим это просто отдохнуть от игры С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки Добивайте 100 подписчиков на дзене, там осталось всего человек 20 И при 100 подписчиков подрубится монетизация За что я вам буду благодарен Всем спасибо и удачи Субтитры сделал DimaTorzok